Всем хай! С вами Юджин и сегодня, друзья, мы запускаем новый летсплей, новую серию по игре, которая называется Observation. Это не самая новая игра, она привлекла мое внимание очень давно, я просто не успел пока до нее дойти из-за других релизов. Если вы не смотрели, у меня есть еще другое прохождение на одну космическую игру, тоже очень крутую, которая называется Event Zero. Кто-то из вас уже смотрел, скорее всего, кто-то еще не видел, вот здесь, зацените эту игру. И эта игра тоже, ну поскольку я очень люблю космос и люблю темы всякие космические, стрёмные особенно, эта игра не могла пройти мимо меня. Главный ее прикол здесь в том, что мы играем, как я понял из описания, не из-за человека, мы играем за искусственный интеллект. И мы должны будем, видимо, направлять людей, координировать их, не знаю, что-то будем делать с ними. И почему бы этого не сделать, да? Прямо... Черт подери. Я готовил себе жрачку, она там сейчас в мультиварке делается, и я очень много перца добавил. И все руки в перце, и в носу перец, и я немного кашлять буду, скорее всего. О, боже мой. Я, естественно, помыл руки от перца, просто они как будто бы, блин... Как будто он впитался теперь в них, и ничего не... глаз нельзя потерять даже. Это такие, знаете, чили, ультра-острые перчики. Обожаю. Ладно, сорян. Это не кулинарное шоу, все-таки. Крутая игра, возможно, будет. Я очень на это надеюсь, и я думаю, что вы вместе со мной кайфанете. Практически уверен на 100%. Так, неразличимо. Вот так сделаем, чтобы было. Потому что всегда при записи, когда ты смотришь запись, здесь картинка чуть темнее. Как мне? А, вот, окей. И что ж, субтитры, да, обязательно, of course. Вот уже изображение подстраивается под то, что мы будем смотреть из монитора на людей на космической станции. Блин, ну разве это не круто? Разве это не крутая концепция? Вот в отличие от Event Zero, где мы были человеком, который общался с искусственным интеллектом, здесь мы будем самим искусственным интеллектом. И поскольку искусственный интеллект это я, мы поймем с вами, что эта технология пока еще несовершенна. К сожалению. Что происходит? Сейчас, наверное, будут какие-то послания об аварии, да? Должна же быть какая-то авария, по-любому. Прикиньте, такая игра или фильм про космос, где космическое путешествие очень ответственное, важное. Люди такие полетели, и все прошло гладко. Конец. Низкоорбитальная космическая станция «Наблюдатель». 410 километров над Землей. Хорошо, это мы не где-то там в Марсе, или Юпитере, или еще где-нибудь подальше. Хьюстон, прием. Как слышно? Хьюстон, прием. Говорит доктор Эмма Фишер, я нахожусь на борту наблюдателя. Крыло горизонт. Пожалуйста, ответьте. О, все плохо. Я пока не могу играть. Блин, ну что за крутая игра. Ну же, да где же она? Дерьмо. Здесь что-то произошло. Возможно, мы столкнулись с чем-то. Я не уверена. Станция падает, крутится, но я не знаю, мы летим в сторону Земли, или мне... Мне отсюда ничего не видно. Джош, Эйлса, кто-нибудь, ответьте. Блин, мы крутимся, и правда, стрём. Сэм? Сэм? Хьюстон. Сам не отвечает. А, сам, это как бы система, это я. Я сейчас попробую. Черт. Сам? Сам, ты здесь? Нужно, давай, давай. Прошу, заработай. Окей, сам. Мне нужно получить права администратора. Включи голосовую идентификацию. Голосовая идентификация. У-ху-ху-ху-ху. Доктор Эмма Фишер. 1-4-0-4-1-2. Анализ. Ей, есть! А, блин, как это круто. Вот мне нравится. Мне нравится и пугает, что вот мы крутимся. Такое, знаете... Так, Эмма Фишер. Биомедицинские... А, подразделение биомедицинское. Ошибка голосового отпечатка. Мы ее типа не... Не знаем или знаем? Непонятно. Знаете, вот чем меня больше пугает? Вот полеты на самолете и так далее. Отсутствие контроля. Это такая же тема, знаете, когда ты едешь на машине не за рулем. И кто-то ускоряется, там водитель начнет ускоряться. И ты как бы такой... Потому что ты не контролируешь ситуацию. Хочу принять. Отлично, спасибо. Сам, замечательно. Да сделаешь же хоть что-нибудь. Система администрирования управления... Манипулирования. Сам, ты меня слышишь? Ответь. Запрос от экипажа. Ты здесь? Статус активности. Система администрирования и манипулирования актив. О, май гад. Так. Удерживайте ЛТ, чтобы войти в режим отклика. Прикольно. Нет активного задания. А зачем мне входить? Вот я сделал. А, погодите. Вот. Совпадение возможно. Ответить. Я здесь. Я здесь. Ну, наконец-то. Окей, ладно, хорошо. Уже что-то. Окей. Сам, ты похожа сейчас в модуле 8. Я перемещу тебя в северный отсек горизонта, в модуле 9. Это даст тебе ограниченный доступ к диагностике системы. Подожди. Прекрасно. Итак, я застряла в шлюзовом отсеке, модуле 11. Мне нужно попасть в 9 модуль, но я не знаю, безопасно ли сейчас открывать этот люк. Можешь провести диагностику состояния корпуса и давления в модуле 9? Это очень необычно. Играть искусственным интеллектом, это круто. Игра позволяет ощутить, что же такое иметь интеллект. Давайте, ладно, потихонечку, по очереди. Сбор данных. Это... Модуль 10. Окей. Давление, питание низкое, точки контакта нет, системы... Системное соединение подключено. Хорошо. Она находится... Где она сказала находится? Повторить команду. Повторить команду. Пожалуйста, повторите ваш запрос. Мне нужна диагностика системных модулей. Смежно. Мне нужно убедиться в том, что двери можно открывать. Ладненько, я тебя понял, дорогая моя. Сборданных. Давление окей, питание низкое, точки контакта да. Системные... Все соединено. Модуль 8. Сбор данных. Окей, питание низкое, все подключено. И последнее. Окей, низкое, да, подключено. Все нормально. Как нам сказать ей? Может быть, надо вот так сделать? Надо войти. И сказать... Совпадение вас... А, вот. Системные соединения в модуле 9 полностью работоспособны. Нет, нет, это сейчас не так важно. Контактная точка корпуса модуля 9 с перемычками активны. Отлично, связь есть. Что насчет давления? Блин, это так круто! Модуль 9 полностью герметичен. Хорошо, очень хорошо. Сам, тут что-то вибрирует. Можешь проверить точки контакта в других модулях? Да, я уже посмотрел. Могу сразу тебе сказать, что все окей. Но если ты мне не веришь, придется проверять. Так, давление. Не совпадает. Ага, вот. Связь с точками контакта модуля 10, ведущими к модуле 12, утеряна. Предположительно, модуль 12 более не подсоединен к станции. Твою мать. Джош мог быть в модуле 12. Хорошо. Попытаюсь добраться до девятки. Сам. Люк заклинило. Не поддается. Я как будто кино смотрю. Панель управления не работает. Попробуем остановить питание. Очень круто сделана игра. Сам, слышишь меня? Да, я тебя слышу, но я не могу ответить. Это какие-то градусы. Декабрь. Что происходит? Сам. Что это за звуки? Сам. Что это? Приведи ее. Ой, блин, стрёмно. Сам отвечай, что происходит? Черт возьми. Приведи ее. Привет. А, блин. Я с ума сошел. Искусственный телег, который сошел с ума? Охренеть. Охренеть. Оно умерло? Блин, ну я старался как мог. Она жива. Забавно, да? Я просто интеллект, который смотрит на нее, только сидит. Холодным взглядом. Просто потребляет информацию. Окей, ты жива. Что произошло? Я... Я, кажется, потерял сознание. Нехорошо. Ой, как нехорошо. Сэм, запустите самодиагностику. Есть какие-то ошибки? Эээ, самодиагностика, запуск. О, блин. Я хоть и искусственный интеллект, но я ни хрена не шарю в то, что сейчас тут написано. Ошибка релокационных сетей. Итак, запуск проверки сетей крыло... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Давайте попробуем запустить. Модуль релокационной сети не отвечает. Требуется вмешательство членов экипажа. Как мне это сказать? Ответь. Функция релокации недоступна. Для доступа к камерам модулей требуется автоматическая маршрутизация. Хорошо. Я смогу переместить тебя вручную, но как только я выберусь отсюда, запущу твои системы. Окей. Эээ... Ошибка ядра памяти. Давайте посмотрим здесь, что у нас. Тут я ничего не могу сказать, если честно. Как диагностировать это говно? А, стоп. Ага, есть, я понял. Повреждение 93. О май гад. 95. Я дефрагментирован. Адско просто. Это, наверное, еще хуже, да? 87. Нет, нормальная память. Этот модуль отвечает за самые неприятные воспоминания. И он лучше всего работает. Твою мать. Хорошо. Главное ядро памяти было повреждено. Утеряна значительная часть данных. Так. Получается, большая часть твоих системных соединений и данных была утеряна. Сам, нужно, чтобы ты отсканировал, загрузил и восстановил как можно больше данных. Нужно вернуть тебя в строй. Да, детка. О, я не знаю, откуда я знаю эту фразу. Эээм... Что у нас тут? Сеть идентификации экипажа. О, мой принтер начал сам по себе работать. Я его ненавижу. Он живет своей жизнью. Искусственный интеллект в нем тоже бушует. Так, погодите. Попытка приключения. Не удалось. Мониторинг статуса заряда датчика. Попытка приключения. Есть. Хорошо. Непросто. Сенсоры, параметры жизненных показателей. Паке. Массив локационных сенсоров. Я даже не знаю, что это такое. Я настоящий искусственный интеллект, по сути. Потому что, как люди не знают ничего о процессах внутри своего тела, да, с самого рождения. Так я ни хрена не знаю о том, как я работаю. Ну, разве не здорово? Так. Отвечающий за отслеживание мест... Давай. Хорошо, что дальше. Отвечающий за телеизмерение. Показатели жизнедеятельности. Компонент активен. Окей. А что не работает? И погоди. Отвечающий за отслеживание компонента активирован. Но у нас так и нет доступа к нему. Есть ошибки? Соединение между системой и Самос было выведено из строя. Самос, окей. То есть, все работает, но нет связи. Нужно перезапустить связь в центре. Ты, черт возьми, права. Джош. Мэй? Кто-нибудь? Дерьмо. Окей. Так и думала. Я не могу выбраться отсюда. Панель управления люком не работает. Возможно, она заблокирована. Нужно, чтобы ты открыла люк модуля 9. Нет проблем. Окей. Переношу тебя в сервисный отсек модуль 9. Белокация. О, блин. Что произошло? Управление камерами должно быть снова активно. Попробуй. А, блин. Ой, как прикольно. Замечательно. Переключение между камерой должно быть активно. Проверь-ка. О, блин. Это крутая игра. Это лучшая игра. Отлично. Вижу, ты подгружаешь прямую трансляцию. Да, на Твиче уже транслирую. Донат пошел. Где-то на стене должно быть протолкло перезагрузки системного соединения. Найди и отсканирую его. Сканер не очень мощный, поэтому пользуюсь приближением. Да, у меня, видите, заплетается язык. Я не всегда слова читаю правильно, потому что я поврежденный интеллект. Все правильно, я вжился в роль. Сканировать. А как зумить? Как зумить? О-о-о. Просто офигенный зум. Чтобы приблизить, чтобы сканировать. Хорошо. Что там нам надо сканировать? Я так и не помню. Мы все будем сканировать? Потому что нам надо восстановить все. Давайте приблизим. И отсканируем. Я не могу. Простите, но вы не могли бы повторить команду? Сканировать документ. А какой документ? Нам надо другую, что ли, да? Может быть. Скотч. Детка. Не помню, откуда я помню это. Ноутбук. Ладно, давайте посмотрим. Твою мать. Не сканирует. А неактивная сфера подключения. Ты что, Уитли? Уитли, мы тебя подобрали. Очень похож. Не работает. Не работает. Я сканирую на максимум, друзья. Ничего не получается. Что за QR-коды непонятные? Хорошо, давайте переместимся. У нас всего... У нас всего... А, у нас три камеры. Здорово. И... Я, кажется, туплю, да? Наверняка что-то я упустил и... Или прослушал, пока болтал с вами. Вот вы думаете, что это так легко. На самом деле, реально, болтать и играть одновременно очень трудно. Ты волей-неволей отвлекаешься на... Либо на одно, либо на другое. И допускаешь тупые ошибки. О, вот он. Процедура сам ОС. Перезагрузка системных соединений отображает код терминала КТ, который позволяет членам экипажа вручную перезагрузить системные соединения сам, а в случае технических неполадок. Внимание. О, простите. После данной процедуры потребуется переподключиться ко всем стационарным системным соединениям. Применять только после полной перезагрузки. Эм... Надеюсь, ты запомнила это. Я читал вслух. Хорошо. Процесс пересмотрки интерфейса системных соединений должен был запуститься. Используй камеры, чтобы найти панель управления люком или другие встроенные системы и оборудование. А, хорошо. Обнаружение системных соединений. Черт подери, как сложно быть искусственным интеллектом. О, вот. О, блин. Составить пары. Получилось? Отлично, похоже, все работает. Добавь еще что-нибудь. Оу! Сфера передовая практика. Доступно. Выбрать смену точек входа разъединения. Хорошо, давайте посмотрим. Выбрать. Сфера управления. Передовая практика. Доктор Эмма Фишер руководит разработкой управлением микрогравитационными сферами управления на наблюдателе. Операционный интерфейс для сферы управления можно найти с помощью графического пользовательского интерфейса GPI, который расположен на рабочих столах членов экипажа. Планируется ввести его в эксплуатацию с новым обновлением систем сам в ходе операции на наблюдателе. Сферы управления приводятся в движение с помощью безопасного выброса СО2. Это позволит пользователю обследовать и чинить как внутренние, так и внешние системы станции. Микрогравитационные сферы управления все еще находятся на стадии эксперимента. Хорошо. У нас больше ничего нету. Все хорошо. Ты слышала? Данные восстановлены. Я восстановил. Следующее задание. Обнаружение системных соединений. Ай, твою мать, я же восстановил. Ну-ка. А! Мы приблизить надо чуть-чуть. Нет? Хорошо. Давайте меняем камеру тогда. И смотрим. А что есть здесь? Такое ощущение, как будто все глубиной помет на стенах. Но нет, это QR-коды. Не позволь себя обмануть. Ты же искусственный интеллект. Не позорься. Не доверяй зрению, доверяй данным. И логике. Опа. Привлизьте для взаимодействия. Розетку выключили кто-то. Вот в чем вся проблема аварии. Включить. Шмяк. А. Хорошо. Зарядка ноутбука пошла. Отлично. Это большая проблема. У меня всегда ноутбука разряжается, когда не нужно. Удерживайся, чтобы добавить системные соединения. Есть. Давай, устраивай пару. Э. 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 Кажется, работает. Теперь использую свои системные соединения, чтобы открыть люк в шлюзе ЕА-11. Где он? Это не он. Перемещаемся. Где 11? Это... Погоди. А нету 11-го. Вообще не вижу. Так, меняем местами. Ну, это 10-й. Ну, хорошо. Ладно, давайте просто попробуем. YBB. Открыть. Используй свои системные соединения, чтобы открыть люк в шлюзе ЕА-11. Это не ты там, кстати, а какая-то мумия? Простите. Ну, простите. Необходимы схемы не найдены. Ого. Так. Запуск соединения. Нарисовать соединение. Удерживать, просмотреть схему. Ага. Окей. Потом. Это как-то... Закрой, блядь, закрой люк. А он не закрывается более. Упси-дупси. Сорян. А, вот же 11-й. Я что, тупой? Окей, заходи. Замечательно. Наконец-то я вышла. Отлично работаю, Сэм. Не благодарите. Сэм 3000 работает отлично. Окей, давай теперь и это запустим. Джош. Не знаю, слышишь ли ты меня, но... Ненавижу эту ерунду. О, она симпатичная. Довольно-таки спокойная. Джош. Если ты в Е-модуле 12, оставайся на месте. Соединение с корпусом небезопасно. Большинство систем почти обесточены. Я что-нибудь придумаю. Джош. Хьюстон. Кто-нибудь? Что? Погодите, Сэм. Система внутренних переговоров полностью активна. Куда все подевались? Твою мать. Окей, оповещение станции. Оповещение станции. Так, Сэм. Сейчас у тебя должен быть доступ к твоей ОС. Ааа. Так, хорошо. Попробуем. Войдите в самос. В любой момент. Нажмите. Ага. Теперь ты можешь переместиться в любой модуле и воспользоваться камерами. По крайней мере, в крыле ЕА. Попробуй найти этот пожар сам. Хорошо, давайте смотрим. Мы в девятом модуле. Да, находимся? Восьмой. Там что-то красненькое. Какой-то... Как-то страшно мне. Здесь нету ничего. Пожара нету. Но мое сердце пылает. К тебе, Эмма. Хорошо, давайте... Вот это одна всего камера. Слушайте, а может быть, это модуль 7. Студили мне открывать? Нет. Команды не было. Я очень послушный. Holy shit. Что это? Удерживаться, чтобы добавить системные соединения. На всякий случай. На всякий случай. А, Б, Икс. Хорошо. Журнал использования Кандарм. Открыто и удаленное соединение. Идентификация ЕАКа. Подключение доступ... Успешно, успешно. Приключение к сети питания станции для... Хорошо, я быстро прочитал, потому что я искусственный интеллект. Камера Би. Надо бы быстрее все делать, по-моему. Нету здесь ничего. Хорошо, следующее. Кажется, пожар тут. Так, где горит-то? Фак! О, блин! Ни хрена себе! Горит-то все здесь? Огонь! Мои сенсоры подсказывают мне, что это гребаный огонь. Эм... Ответить. В ЕА-04 обнаружен источник воспламенения. Можешь! Уже иду. Я должен открывать ей шлюзы потихонечку, да? Я правильно понял? Так, Эмма здесь. Сейчас я тебе открою все. Ох ты, блин, можешь следить, как она летит. Как Супермен. Как Супервумен, простите. Офигенный зум. Хорошо, смотрим. Черт. Получается все нормально, Эмма? Тебе туда. А я могу пакостить? Й-би-вай. Закрыть! А, черт, оно успело. Какой же я зловред. Ты где? О, камера. Это был не я А, нет, это был я Это просто другой люк Хорошо, сейчас я сделаю Значит, XY А, надо теперь открыть Прости, пожалуйста, дорогая Давай-давай, вперед Лети Я тебя понял Хорошо На троечку Мы здесь Надо тебе открыть что-то, да? Да, вот Ой, эй Люк открыт, Эмма А, тебе не туда Как это? Открыть? Что это? Что это? Добавь панель люка Е04 В свое системное соединение Но жди моего сигнала А, блин Погоди Мне надо поменять камеру, да? Так, нагреватель Что за нафиг? Стоп Не могу Может мне надо переместиться В другое место? Вот сюда, например Как же медленно камера крутится Ваша ж мать Дети, системные, блин, соединения Мать их так Вот они Y-XX Перезапуск системы пожаротушения Доктор Эмма Фишер Так, сам Будь готов открыть дверь На счет 3 Готов? Yes Раз Два Три Давай Получилось, давай Сделай их Сэм, включи вентиляцию Нужно разогнать этот дым Сэмм 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 Сэмсэр окружения Давай посмотрим Я пытаюсь Где эти пропеллеры? Что ж ты тут подгорела Так жестко А где? Эмма Подсказывай Срочно Нет Ты же не будешь Подсказывать Да? Ну-ка Схемку смотреть Не найден Опять Потом будет Я черток Блин Я не понимаю А, вот Все Соединены Включить Здесь я могу Нагадить ей Вот взять и сделать так Что она сдохнет Было бы забавно Сработало Дым Понемного рассеивается Уэмма Я занервничал Во мне нет такой программы Но я занервничал Насколько все плохо Отчет о повреждениях Окей Сейчас тебе скажу Тут много Коробок Картонных С Пеплом Стойки были повреждены И непригодны Для использования Не так плохо Как могло быть Если тебе и этого мало Из-за чего пожар Произошел Пожар сам В чем была его причина Нам нужно убедиться Что подобное не произойдет Хорошо Я тебе сначала скажу Еще что у нас есть Возможно сенсор окружения Вот этот странный Прибор Виноват Я думаю Погоди Я пока не вижу Если честно Хорошо Может как надо запустить Диагностику какую-то Так Ну это мы уже да Все посмотрели Ага Панель Элфе 1 Осадок на панели Элфе 1 Один Свидетельствует о гипотетическом Источнике пожара Чего Это просто заглушка Дай взглянуть Что-то здесь есть Вот тут Что это Похоже на густую смазку Это что Пришельцы Или масло Темно-красное Может наверху Что-то протекает Что это Серьезно Что-то на сей раз Сам Доложи Автономку Запрос от экипажа Доклад о состоянии Предупреждение О серьезных Повреждениях Я О май гад Есть риск Серьезного Повреждения ЕА-12 Необходимо Немедленное Отсоединение Какой стрём Какой стрём Быть вот в этом Положении Как она сейчас Пожалуйста Если кто-нибудь Сейчас находится В модуле 12 Дайте знать Да нету там никого Эмма Все Ты же только что Через все Прошла Мы вот-вот Отсоединим модуль Пожалуйста Кто-нибудь Ответьте Прикинь как стрёмно А нет Она там не была Станция становится Хуже и хуже Ситуация Ладно Сам Приготовься К процедуре Разъединения Для начала Мне нужно Чтобы ты Обработал Мой код Авторизации И дал мне Ключ Обхода Систем безопасности Окей Я пробую Сволок Заново Еще раз Передача кода Функции Обратного Этого Окей На Два Девять Нажмите А Чтобы начать Разъединение Черт Сам Активир двигателей В правильном порядке Боже мой Да сволочь Не кричи На меня Есть Остается только Помолиться Что если там Есть выжившие Они Окей Сам Кажется Мы больше Не вращаемся Мы смогли Стабилизироваться Кажется Пока что Мы в безопасности Прикинь там Кто то есть О Блин Какая огромная Станция Сейчас я перемещу тебя На внешней камере Может получится Лучше оценить Состояние станции Точнее Того что от нее Осталось Как это Блин Напряженно Очень крутая игра Согласитесь Охрененная игра Вам нравится? Вам нравится? А? 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 Сигнал очень слабый Не ясный Не понимаю В чем дело Мы должны быть Прямо над Хьюстоном Видишь какие-нибудь Повреждения? Я хочу на землю Посмотреть Я никогда не был В космосе И навряд ли Когда-либо буду Я хочу посмотреть На него Вот Прям Так Как темно Как темно Где земля Блин Ну почему Мы перестали Вращаться Стабы Другую камеру Ааа Похоже Мы сильно Отклонились От курса Воружения Не слишком Серьезные Вовреждены Некоторые Участки Ох Блин Я должен Да Что-то Сделать Как плохо Показывает Эта Камера Но от того Что она плохо Показывает Наоборот Ощущение Гораздо Круче Больше Реальности В этом Всем Да Когда Качество Хреновое Ты как бы Дорисовываешь То что ты Не можешь Нормально Разглядеть Как дела Стоп 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 Где-то Что-то Было Опа Верхние Модули Крыла Рус Сильно Повреждены Похоже Что повреждена Только Верхняя Часть Каждого Крыла Окей Хорошо Стоп 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 Вращать Обзор Приблизить Отдалить Все дела Переместить Мы Первую Камеру И вторую Плохо Отследили Как мне кажется Не посмотрели До конца Это может Стоить Ей жизни А я не могу Так ее Подставить Это первый Закон Едет На технике Искусственный Интеллект Не подставляет Никого Особенно симпатичных М Ладно, давайте попробуем переключиться Обратно на двоечку Я сейчас все посмотрю Сейчас все Сэм, все сделай, дядюшка Сэм, с тобой, он следит за тобой Он следит за тобой Если ты не знала Когда ты принимаешь космический душ Например Дядюшка Сэм смотрит И анализирует Куда? Здесь все нормально Здесь, опа, стопе, стопе Структурное повреждение, но я не могу Про это ничего сказать, у меня нет комментариев на этот счет Нет, 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 нет Так визуально я сам, если честно, не вижу никаких повреждений Я не космонавт, не разбираюсь, как должен выглядеть космический модуль Вот это все равно, что для меня смотреть на рентген Я нихрена не понимаю Вижу просто кости и все Хорошо, камера номер 4 То есть, если бы там просто был какой-нибудь огромный ожог Или расхреначенная какая-нибудь деталь Тогда бы да, тогда бы да, еще можно было понять Так, есть ли что-нибудь? Оп, стоп, 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 структурное повреждение Крыло Кит сильно повреждено Ой, я тупанул Бог мой, Мэй Кажется, все пока на месте Стоп, я же на первой камере-то Я же тоже там нашел Но я не сказал об этом ей Есть ответ уже Все, мы про это поговорили, да Здесь, кажется, все остальное более-менее норм При делах допустимого Я тебе так скажу, Эмма Давайте вернемся на камеру один И все-таки скажем ей нормально О том, что Мы там обнаружили Нельзя обнадеживать человека Если шансов нет, понимаете А все мои вычислительные схемы Просто кричат о том, что Шансов нет Аж обшивка модуля Е-04 повреждена Похожа на последствия пожара Кажется, нам повезло Я попробую подключиться к дальней камере Так мы узнаем, где конкретно на орбите мы находимся И не потеряли ли мы высоту Стой, ну погоди Погоди, я еще пятую не посмотрел Боже мой, сам Это Как мы вообще сюда попали? Администрирование мы Мы возле Сатурна, блин! У меня прям шок внутри сейчас И перец стал Сбой внутри меня Нам сказали, что мы там Четыреста тысяч километров Над землей Какого хрена мы возле Сатурна? Как долго она спала? Я привел нас сюда Судя по всему Чего? Почему? Запись черного ящика 4-4-1 Сигнал принят Получено сообщение Заданной координаты Ошибка Я отсюда получил данные Вот это вот Приведи ее Я могу тебе сказать только одно Sorry Приведи ее Блин, это стрёмно! Я не знаю Черт, у меня прям мурашки по коже идут Как это здорово Какая охренительная игра Я даже не знаю Стоит ли задать вопрос Продолжать ее или нет Потому что очевидно Что стоит продолжать Я надеюсь, что вы так же думаете Пишите ваше мнение в комментах Ставьте лайки Если вам понравилось это видео Не забывайте подписаться на канал Чтобы не пропустить новые выпуски По этой игре И по другой любой игре Которой я сделаю Огромное всем спасибо, друзья С вами был Юджин И давайте напоследок Дадим друг другу мощную Жирнющую космическую петюлю Инопланетную Прямо Сатурна Вы готовы? Раз Два Три И Пять